Продолжение следует... 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 Больше вопросов, Гоша Чернов, и затем, пожалуйста. Алексей Ацалов, а что вы скажете о сопернике Мальмео, что о нем знаете? И на ваш взгляд сильнее ли это соперник Брюге, который в прошлом году тоже был в штате Корзини? Что вы можете сказать в общем-то о сопернике Мальмео? И ли он сильнее или нет, чем Брюге, который был из четвертого баскета последнего года? Ну, хорошая команда, которая идет у себя в чемпионате в лидирующей тройке. Даже сейчас на первом месте, если не ошибаюсь. Так что играется пять защитников, может играть четыре. В принципе, хорошая команда. И насчет Брюге, я думаю, что до этого сезонно показали нам, что в Лиге Чемпионов нет слабых команд. И все, кто доходит до групповой стадии, все заслуживают здесь играть. И это будет непростой матч, непростой соперник, это однозначно. Это хорошая команда, и это один из трех в чемпионате. Если я не ошибаюсь, это номер один сейчас. Да, они играют с пять защитников, иногда четыре. Но, да, это вообще хорошая команда. И Брюге, в последнее время, показал нам, что нет слабых команд в групповой стадии в Лиге Чемпионов. И все могут быть настоящим挑戦ом. Пожалуйста, вопрос на втором ряду, и затем НТВ. Роман Шлыинский, спортивная редакция ТАСС. Здравствуйте, Алексей. Это, знаете, больше по фавориту. Хоть вы говорите, что сложный соперник, но кажется, что «Зенит» сейчас подходит более уверенно. Можно ли говорить, что «Зенит» является фаворитом игры с «Мальмо»? Ну, не хочется громких слов бросать насчет фаворитов. Опять же, фавориты, кто аутсайдер. Выходят две команды на поле, все находятся в равном состоянии. Но мы играем дома при своих болельщиках. И я надеюсь, опять же, повторюсь, что мы сможем показать хороший футбол. И если нам это удастся, я думаю, что результат будет удачным для нас. Ну, я не могу сказать, что «Зенит» будет удачным для нас. Да, я не могу сказать, что «Зенит» будет удачным. Кто может победить или нет. Я просто хочу играть хорошо, особенно в доме, с нашими фанами, которые поддерживают нас. Так что, да, мы просто хотим показать хороший футбол. И, надеюсь, мы получим результат. Алексей, будут еще вопросы? Последний тогда, хорошо? Сейчас, скажу, минутку. Последние два вопроса. Я не могу вас не спросить о том, что вы попали в окончательный список сборной России вчера. Что для вас значит это вызов? И, на ваш взгляд, сейчас у вас каковы шансы дебютировать за сборной России? Ну, я скоро отвечу. Потому что сейчас у нас в Мальме, в основном, я так рад. А насчет дебют – это больше главному тренеру. Будем стараться делать все возможное, чтобы дебютировать. Но сейчас все мысли – это только о Мальме. Последний вопрос из зума. Пожалуйста, Фредерик Линстранд. Здравствуйте. Что вы знаете о Мальме? Какие у них есть сильные стороны? Какие слабые? И можете выделить каких-то игроков, которых стоит опасаться? Ну, сильные стороны, что команда хорошо прессингует. Их хорошо переходит из обороны в атаку. В принципе, такая сильная команда. Я думаю, что они хорошо играют и в борьбе. Ну, а из игроков – правый защитник, да, левый защитник. Нам говорили – хорошие футболисты, есть в центре нападающие. Так что хорошая команда. Я повторюсь, что в Лиге чемпионов нет слабых команд. И мы серьезно готовимся к игре. Алексей, спасибо. Мы вас отпускаем. Спасибо. Друзья, ваши вопросы к главному тренеру Сергею Симак. Гошу Чернов, пожалуйста. Вопросы к главному тренеру Сергею Симак. Сергей Симак. Сергей Владимирович, здравствуйте. По традиции, кто должен проводить встречу. И готов ли выйти в основе Азмун. Кто будет потерять игре? И Азмун готова, чтобы участвовать в игре? Готовятся к игре все, за исключением Аздоева и Караваева. Остальные к игре готовятся. И у каждого есть шанс выйти в основе. Поэтому посмотрим, время есть, подумаем, кто насколько может помочь и быть полезен команде. Все готовы, кроме Аздоева и Караваева. Кроме того, все у нас есть возможность играть в этом игре, в следующем игре. Алексей, чем опасен Мальми, на ваш взгляд, и как задал коллега, сильные и слабые стороны, на ваш взгляд? Что касается Мальми, команда достаточно опытная, очень много забивает. Очень хорошие форуды, как сказал уже Алексей, и Бирманчевич, и Челок. Поэтому, естественно, касаемо средней линии, опытные игроки, которых вряд ли чем-то можно уже удивить. Также, касаемо оборонительной линии, конечно, сейчас и тот же Ахмед Ходжич, уже за ним присматриваются многие клубы европейские. Про Бергеда тоже все знают, насколько его качества особенно атакующие. И, конечно, в плане качества команда очень хорошая. Не зря они лидеры по количеству забитых мячей и по разнице забитые, пропущенные. И тот этап, который они прошли в виде квалификационных матчей, и Лудогорец, и Глазго Рейнджерс играют тем более в меньшинстве, говорят о силе этой команде. Поэтому, естественно, нам предстоят очень сложные матчи. Ну, это очень опытная команда. Они имеют много хороших игроков в центре. Например, Ахмед Ходжич, он очень хорош в центре. И Берген очень хорошо в атакующей позиции. Поэтому, да, есть много хороших игроков. И это невероятно, что они играют очень много, потому что они имеют хорошего персонала. И факт, что они прошли Лудогорец и Глазго Рейнджерс, это говорит о силах команды. Так что, да, я думаю, что они очень хорошие противники. Санкт-Петербург хотел вопрос задать? Нет? Да, пожалуйста. Скажите, какому игровому тонусе Диан Ловрен готовится к игре с Малмой? Как Диан Ловрен готовится к игре с Малмой? Да, я уже сказал, да. Он готовится к игре. Пропустил достаточно много. Но, что касается его подготовки, то он готовится. Мы посмотрим, насколько он готов и сможет ли принять участие в матче. Да, он готовится. Он многое потерял, но он пытается общаться с другими. И мы увидим, если он будет способен играть. Пожалуйста, еще вопросы. Владимир Колос и затем Сергей Цинерман. Владимир Колос, Спорт 24. Здравствуйте, Сергей Богданович. Скажите, при подготовке к Мальме вы больше ориентируетесь на их выступлениях в Лиге Чемпионов против Ювентуса, Глазку и Ладогорца. Или больше по матчам чемпионата Швеции, где защитники, в том числе вы сказали, что команда много забивает. Но особенно последние защитники, они немножечко не того уровня, который даже встречаются в чемпионате России. Ну, что касается подготовки, мы, конечно, анализируем все матчи в чемпионате. И в Лиге Чемпионов по поводу линии обороны абсолютно не согласен. Учитывая, что и Бархмет Ходжич, и Бергет, и Ольсен, и Нильсен – это игроки, и Брорсон – это игроки, которые достаточно качественные, только один из воспитанников. У остальных большая, достаточно за плечами карьера. И в очень приличных клубах и чемпионатах. Поэтому говорить о том, что оборона, ну, здесь я не соглашусь. Конечно, команда, которая пытается играть агрессивно и высоко, иногда это сказывается на количестве пропущенных мячей, что касается, допустим, статистики. Но в остальном команда очень приличная и хорошо укомплектована во всех линиях. И если выделить, допустим, центр полузащиты, то, конечно, и Носент, и группы сборной Нигерии, или сборной Дании, и Кристинсон – конечно, эта команда очень приличная. – Вы говорите про соперников? – Про соперников? – Ну, я не думаю, что гораздо. У них есть серьезные конкуренты сейчас по потерянным очкам. Есть еще две команды, которые борются за первое место. Поэтому там чемпионат достаточно непростой. И сказать, что там нет соперников. Это сейчас там, я думаю, календарь такой, что они встречаются с аутсайдерами, там какие-то матчи из последних. Но в целом много матчей проходят в достаточно хорошей борьбе в чемпионате Швеции. И есть несколько клубов, которые борются за чемпионство. То есть нет там тотального превосходства, по крайней мере, в этом сезоне. Ну, мы смотрим все игры в чемпионате и в чемпионате Швеции. В чемпионате Швеции. Они получают хорошие соперников. Бергет, Олсен, Нилсен и другие. И они очень опытны в игре в национальном чемпионате и в Европе. Поэтому, да, они играют хорошие команды. Даже если команда играет агрессивно, и иногда они могут потерять, они могут потерять несколько goals. Да, конечно. Но это цена. Они платят, чтобы играть агрессивно. И, да, если мы говорим о мидфилдерах, то есть Кристенсен и другие игроки. Они очень хороши. Да, в Свеции национальном чемпионате есть хорошие команды. И, может быть, сейчас Малмо играет, ну, я думаю, просто сильные команды. Но, в других случаях, они играют очень хорошими противниками. Поэтому, да, я не скажу, что чемпионате Швеции национальном чемпионате будет сильнее в любом случае. Да, пожалуйста. ТАС. Ну, матч ТВ. А потом... Здравствуйте, Сергей Богданович. Зенит не выигрывает в Лиге Чемпионов в двух-восьми последних матчах. Давит ли это на команду и на вас лично, как на главного тренера? Ну, Зенит, это не давит. Мы готовимся к каждому матчу. Каждая новая игра – это новая история. Поэтому это... А результаты, они говорят о нашей силе, что нам нужно работать больше, нужно тренироваться больше, для того, чтобы результаты были другие, делать все, что от нас сделали. Ну, это не дает нам никакой дополнительной напряженности. Мы должны тренироваться, мы должны работать более тяжелее, мы должны просто смотреть на себя и обоих о своем игре. Так что, даже если мы потеряем, мы должны работать более тяжелее и становиться сильнее. Что мы можем ожидать от Зенита? Что вы хотели бы улучшить с момента игры против Челси? Ну, что касается самой игры против Челси, это абсолютно разные матчи. К Челси идет подготовка по определенному сценарию, к Мальме – по другому. То есть, и приоритеты немножко разные. Конечно, мы должны и больше контролировать мяч, больше атаковать. Но мы понимаем, что такое же желание и у Мальмы. Кто на данный момент, то есть на завтрашнее кажется сильнее, лучше готов по многим факторам, у того и будет преимущество. Поэтому надеемся, что завтра сможет показать хорошую игру. Также не сомневаюсь, что и Мальме постарается показать свою лучшую игру. И мы посмотрим, кто будет сильнее. Вопрос от коллег из зума. Виктория Берген, пожалуйста. Мальме старается, ну так, преследует цель занять третью позицию в группе. Что вам нужно сделать, чтобы обойти их в этом желании? – Самое простое – надо лучше играть. Конечно, и у нас, и у Мальме. Желание выйти из группы, как сложатся наши выступления, как сложатся выступления в Мальме, мы посмотрим. У каждой команды, естественно, задача ясная и понятна. В группе, где есть Челс и Ювентус, понятно, что есть фавориты. Но, тем не менее, мы будем идти от игре к игре. Уже очки набранные, надеюсь, они будут. Будем считать ближе к завершению турнира. И также наши цели тоже будут зависеть от того, как мы будем играть и сколько очков мы наберем. Ну, мы должны играть лучше, конечно. Мы и Мальме имеем те же амбиции. Мы хотим идти на следующий этап. И, конечно же, в группе, где есть Челси и Ювентус, очень сильные команды, это очень тяжело, но мы должны играть так хорошо, как мы можем. И мы увидим, как все происходит. Друзья, последние два вопроса. Первый вопрос из Зума – Фредерик Линстранд. И, затем, последний вопрос – Эрспорт. Фредерик Линстранд, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Что вы можете сказать о Артем Чубе и Сарда Расмун? Что они имеют для вашей команде? И что вы можете показать, о том, что они вместе с ним достигли? Что вы можете сказать по поводу Дзюбы и Азмуна? Что они значат для вашей команды? И что вы можете сказать о том, чего они смогли достичь вместе на поле? Я думаю, Артем и Сардар – очень важные для нас игроки. Есть матчи, в которых они играют вместе. Есть матчи, которые не играют вместе, в зависимости от состояния того или иного игрока. Но это наши лучшие бомбардиры на протяжении последних лет. И мы не сомневаемся в том, что каждый из них поможет нашей команде. Они игроки разноплановые, касаемо своих сильных качеств. Поэтому для тренерского штаба это хорошо. И есть некая вариативность, которую мы можем применить при подготовке к тому или иному матчу. Они два очень важные игроки для «Зенит». И это не зависит от того, как они играют вместе или нет. Они наши лучшие победители, лучшие победители. Поэтому я не уверен, что они будут помогать нашу команду в следующих матчах. Они у них разные силы и, я думаю, тоже сильные силы. Поэтому это дает нам немного разнообразие, в том, что мы планируем для этого матча. Сергей Еременко, последний вопрос. Вчера Максим Иоанн Аллегри сказал, что матчи против «Зенита» будут для «Ювентуса» ключевыми. Вот с точки зрения «Зенита» можно ли выбрать ключевого соперника? Все-таки это «Ювентус» или «Мальме»? Максим Иоанн Аллегри сказал, что матчи против «Зенита» будут ключевыми для «Ювентуса». Вы можете сказать что-то, кто самый важный соперник в этом направлении? Но я думаю, что Аллегри имел в виду в том, что эти матчи будут на «Экваторе» ключевыми. В том плане, что, как правило, соотношение мест в турне таблицы определяют стыковые матчи посредине некого розоверша. То есть третья и четвертая, и остаются две игры, уже плюс-минус понятно расположение. Не в том плане, кто является фаворитом. Конечно, фаворит – это Челси как победитель, безусловно, представитель Англии, лига, которая сейчас, я думаю, самая сильная. И в силе «Вентуса» тоже никто, наверное, не сомневается. Что касается расположения мест, но это футбол, бывает все. Наше дело – работать, трудиться. Результат увидим. Я уверен, что я уверен, что обычно игры, которые на «Экваторе», то есть третья и четвертая игры, они очень важны, потому что после этого вы могли бы видеть, как это будет играть, как группировка закончена. И я хочу сказать, что, конечно, Челси – это более вероятный кандидат, чтобы победить, потому что он сейчас победитель. в чемпионской лиге. Но это футбол, все происходит, все может происходить. И мы просто будем играть хорошо и посмотрим, как это будет. Коллеги, спасибо на этом все. К сожалению, существующие ограничения позволяют на открытую турнировку допустить только основные вещатели и клубное телевидение. Спасибо. 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 Спасибо.